салом он больше получился копченый какое вкусное сало и если совместно это поедать вот сало и язык ребят очень вкусно просто я не могу даже передать а если бы вы почувствовали запах который меня стоит у меня уже весь дом пахнет вот этими продуктами но вот это вот продукт я считаю вообще прям высший класс очень вкусно мне очень понравилось добрый день друзья с вами елена сегодня я вам расскажу как мы купили продукты магазине светофор и приготовила я новые для себя блюда копченые языки ну как видите здесь очень много у меня разной еды я ролики делала уже неоднократно сегодня вкратце расскажу как все остальное я готовила а подробно мы остановимся на языках потому что скоро праздники и язык является у нас самым лучшим новогодним блюдом на мой взгляд считается магазин светофор дешевым магазином и там продукты стоят на 30-40 процентов дешевле чем других магазинах мы решили купить эти продукты и приготовить их именно таким образом ребра вот посмотрите такие вот ребра сделала я варенок копченые цена светофоя 100 рублей мы купили 4 килограмма вот этих ребер ну конечно здесь вот есть позвоночник для сравнения в других магазинах ребра стоят около 400 рублей сейчас стало это не дешевый деликатес ну мне нравится варенок копченые ребра я делаю много блюд гороховой супы там тушу капусту общем очень много у меня тоже всяких роликов вот посмотрите какие ребра и как они у нас вот получились дальше вкратце расскажу рецепт дальше купили мы языки взяли мы языки свиные вот копченый язычок у нас получился и не второй рецепт вот мы делали шпики тоже коптили солили в общем тоже я делала разные рецепты сегодня расскажу обо всех рецептах попробую и расскажу вам какой мне больше понравился языки готовые в магазине стоит 2 200 килограмм довяжли на рынке 1000 в светофоре они по 300 рублей поэтому мы тоже взяли 4 килограмма этих языков и вот у нас получилась такая гора вкуснятина шпик мы брали на рынке по 300 рублей за килограмм вот такой шпик тоже солила закоптила мягкое очень сало прекрасное вот и коптила я еще куриные окрачка делаю салаты на новый год поэтому очень нравится мне куриные окрачка в общем вот эта вся гора вкуснятины 4 килограмма 4 килограмма 4 килограмма и курица на 3000 рублей вот эту гору можно есть я думаю очень долго времени но теперь к процессу приготовления как мы делаем языки языки я готовила разными способами делаю сурит варила делала просто коптилия и заворачивала шпик что нужно первым делом сделать языки мы купили там замороженные в одной упаковочке два свернутых язычка мы их кладем в воду они размораживаются и потом эту воду сливаем меняла меняла воду в общем они у меня отмокли и как только они отмокли нужно приступать к посолу солю я языки таким способом беру 10 грамм нитритной соли 10 грамм поваренной развожу в стакане воды комнатной температуры и шприцом методом шприцевания протыкаю эти языки этим сильным раствором соли можно делать другой вариант можно просто замочить в рассоле но если вы будете замачивать просто в рассоле по технологии они должны солиться около недели вот шприцеванием они солятся в течение трех дней они уже потом через три дня получаются вот такие розовенькие из нитритной соли и через три дня их уже можно дальше продолжать готовить одновременно с этим я поставила солить шпик шпик просто обсыпаем обычной поваренной солью можно сыпать много потому что сало лишней соли не берет заворачиваю шпик в пакет и они у меня день-два стоят дома при комнатной температуре в этом пакете соль впитывается выделяется из шпика влага и лишнюю соль мы потом просто ножом убираем и все и следующий этап можно вот шпик целиком вот так подвесить в коптили не закоптить холодным или горячим копчением какой любите у нас холодное копчение мы в этот раз пен не подключали температура была низкая коптили часов пять ольховой щепой вот это просто копченый шпик дальше я взяла и замотала шпиком вот язычок отрезаем тоненький слайс шпик очень мягкий нужно выбирать такой хребтовое сало оно мягкое если возьмете другой другой сало оно будет жесткое и лучше чтобы оно было толстая чтобы вот покрытие было больше если будет овяжий язык очень удобно будет его обворачивать нужно чтобы вот он целиком у нас был покрыт тогда он будет сочно мягкий и мы будем сейчас нарезать и вы увидите как он будет выглядеть с прослоечкой вот все намотала салом соль лишнее убрала и все это также подвесили в коптильне и все это вместе коптилось язычки у нас лежат просаливается мы просто их переворачиваем каждый день чтобы равномерно они соли пропитывались и как только прошло три дня они у нас просолились нужно их сварить варка может быть разное варить можно по системе сувид это конечно специальный прибор сувид но у меня этого прибора нет нужен локуматор нужен специальный пакет либо нужно завернуть все плотно плотно в пленку чтобы не привлекала туда вода я эвакуумирую в пакет и сделала я двумя способами первый способ мультиварки мы купили в этом году мультиварку red и там есть функция мультиповар вот этой функции можно приготовить сувид выставляется температура 65 градусов и выставляется время я поставила время здесь с половиной часов там эта мультиварка сама подогревается поддерживает эту температуру проходит 10 половиной часов она отключается и все если нет у вас мультиварки можно поставить в кастрюлю я сначала поставила на огонь довела до 65 градусов поставила туда градусник в кастрюлю и поставила также духовке такую же температуру термометр у меня был и в кастрюле и термометр был у меня внизу на нижней полке эту кастрюлю поставила в духовку и режим конвекция и ходила просто включала время по 90 минут тоже вариант но нужно конечно следить нужно время проходит дальше продлевать потому что при 65 градусов будет вариться конечно не так быстро и как у нас все это сварилось вот достаю пакет показываю вам какая вот разница когда мы просто если варим в пакете когда вакуумируем там никакой влаги нет там просто язычки лежали и все а когда уже вот сувиди все сварилось получилось там внутри вот эта влага выделяется сок но языки у нас варились на своем соку без воды это все герметично упаковано воды там нет поэтому следовательно и этот продукт более полезный питательный по ценности ничего из него не выбралось все осталось внутри и температура всего 65 градусов дальше мы это можем просто закоптить и живота обернул я также вот шпиком все и подвешиваем в коптильню и коптим а 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 еще один способ приготовления не хотите вот так долго варить суиде можно сначала не засаливая языки просто сварить их в воде как мы варим обычно языки на новогодний или там какой стол мы ставим этот у меня другой другой рецепт тут я специально их отдельно положила чтобы попробовать какой будет язык вкуснее кладем в холодную воду солим ну соли надо добавить побольше обычный поваренный чтобы раствор был такой соленоватый не не мало соленый а такой все таки соленоватый где-то 2-3 столовых ложки на кастрюлю и кладем туда перчик корень сельдерея корень петрушки лавровый лист все это морковка лучок ну как обычно вот варить языке и ставим варить на медленный огонь и ценные языки готовятся где-то час-полтора по времени они сварились вытаскиваем их из кастрюли и также можно их обернуть шпиком либо подкоптить просто обычному таким способом и все потом продукты я вакуумирую потому что это продлевает срок хранения сделала я много мы столько быстро не съедим а вот в таком виде холодильнике будет лежать долго месяца два и больше как я готовила курицу курицу тоже я методом шприцевания накачивала таким же раствором 10 грамм нитритки 10 грамм поваренной можно не добавлять в курицу нитритка потому что нитритку надо добавлять в свинину в курицу можно обычная соль и если делать с нитриткой это продлевает срок хранения продукта обычная соль нас есть раньше также пролежали три дня потом духовку на конвекцию варка у нас идет варка при температуре 75-80 градусов ставим вниз поддон с водой и курица окрачка грудки что вы будете готовить без разницы лежит у нас просто на решетке вставляем термометр в мясо и когда температура достигает 70 градусов вынимаем наши окрачка курицу и также несём в коптилку и коптим про курицу рассказала теперь остались у нас ребра ребра немножечко по-другому солится берем также 10 грамм нитритки 10 грамм поваренной мне вот эта пропорция по соли нравится больше всего потому что получается не пересоленный продукт по 10 грамм того и другого вполне нормально и просто мы берем эти ребра и обмазываем солью все мы их обмазали хорошо чтобы вот прям все было равномерно и убираем в прохладное место сейчас на улице прохладно ночью был уже один-два градуса вот так солились они у меня тоже трое суток лоточек я поставила накрыла его и три дня у меня вот просто соли вот они лежали я тоже так переворачивала каждый день и потом как окрачка ставим в духовку конвекция вниз поддон с водой термометр в общем такой же принцип как у курицы сначала варим потом в коптильную относим и коптим все коптили мы холодным дымом пять часов вот теперь приступим к пробе и я хочу вам разные способы рассказать по языкам потому что курицу ребра я уже делала у меня много рецептов на канале получается очень вкусно поверьте мне а языки мы сейчас попробуем потому что для меня это вообще новое блюдо которое я никогда не готовила это вот язычок у нас сувид просто вареный сувиде и копченый вот обратите внимание какой у него вот яркий цвет очень он мягкий сочный получился и видите какой красивый не скажешь что это свиной язык очень похож на говяжий сейчас посмотрим что у нас тут салом вот какой у нас получается вот разрез салом сало конечно ведь она вот небольшие кусочки поэтому не держит форму но вот салом он как бы пожирнее вот видно вот здесь жирок получился как бы наверное посочнее это надо снять пробую попробовать что что вкуснее дальше я открываю язычки которые были вареные просто в бульоне не сувидь открываем пакетик вот он вареный в обычный не нитритка обычная поваренная соль и мы сейчас посмотрим есть ли разница вот по цвету посмотрите по цвету вот язычок который с нитриткой наполовину это вот обычная соль и поэтому по цвету он уже совершенно другой по вкусу я вам скажу и вот вареные в рассоле в обычном только с салом я делала на новый год язычки вот посмотрите какой срез просто запекала тоже в шпике говяжий язык тоже очень вкусное блюдо на новый год обычно я делала его ну вот у нас получается нитритки нет и цвет уже соответственно конечно другой бледноватый да не такой яркий ну кто противник нитритки пожалуйста можно делать так сейчас будем пробовать ну теперь я продегустирую скажу вам какой вкус дам вам свои рекомендации так сказать это вот язычок у нас который без нитритки который просто без сала вареный по вкусу очень мягкий нежный со вкусом копчения ну вкусный ничего не могу сказать очень вкусный как кончик говяжьего языка нежным очень хороший этот у нас салом попробую сразу салом салом вкуснее больше аромата и немножечко как бы жирность еще нами придает и вкус совсем другой теперь попробую язык который варился сувит без сала это совсем другой продукт он не похож на обычный вареный у него имеется вкус колбасы возможно это из-за нитритки потому что когда мы добавляем нитритку и у нас идет 3 дня созревания продукт приобретает именно вот насыщенный вкус нежели чем когда мы просто варим его он очень тоже мягкий нежный более сочный и вот похож на на какую-то колбасу даже не могу сказать какую но языковую да очень вкусно ребята мне очень понравилось и хочу вам сказать что он по вкусу не уступает даже к говяжьему языку если сравнивать по цене 300 и 1000 правда большая разница а по вкусу вот именно вот этот язык прелестно так сейчас попробуем салом салом он больше получился копченый какое вкусное сало и если совместно это поедать вот сало и язык ну это ребята очень вкусно просто я не могу даже передать а если бы вы почувствовали запах вот который у меня стоит у меня уже весь дом пахнет вот этими продуктами ну вот этот вот продукт я считаю вообще прям высший класс очень вкусно мне очень понравилось я это готовлю первый раз получилось вообще отлично ну и что могу вам сказать опять мы вернемся к светофору за 300 рублей языки вот в таком исполнении просто супер и вот ребра 100 рублей я вам и говорила что 100 рублей они просто вам покажу какой у них срез вот у нас ребра вареные копченые за 100 рублей но ребра они и ребра я не вижу ничего плохого во вкусе как обычные ребра которые мы покупали на рынке ну никакой абсолютно разницы только эти 100 рублей а на рынке по 400 вот и все поэтому можно покупать мясные продукты кстати мы покупали там еще свиную тушку там тушками продают молодые просята и делали рульку этот ролик у меня был летом на канале там за 1000 рублей получилось 6 килограмм этой рульки вот тоже великолепно очень понравилось очень вкусно поэтому можно покупать можно делать такие рецепты вкуснейшие деликатесы за маленькие деньги тем более впереди праздники все это съестся с удовольствием понравился ролик подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите свои комментарии готовили ли вы такие языки по какому рецепту мне будет очень интересно если понравится я тоже обязательно приготовлю по вашему рецепту и сниму ролик до свидания